На расширенном заседании коллегии МВД России подведены итоги деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России за 2013 год, а также определены приоритетные направления работы в текущем году. Выступая перед участниками заседания, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил четкие действия сотрудников министерства в период проведения олимпийских и параолимпийских игр в Сочи и универсиады в Казани, а также поставил задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу. Предстоит продолжить формирование и подготовку кадрового резерва, причем как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом должна быть повышена внутренняя дисциплина и спрос с руководителей за действия своих подчиненных. Со своей стороны государство продолжит создавать достойные условия службы в МВД. Министр внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев в свою очередь заверил, что все необходимые меры для выполнения поставленных президентом задач будут приняты. Прошедший год для нас был сложным и ответственным. Наряду с решением текущих задач, значительные ресурсы задействовались для обеспечения безопасности крупных международных общественно-политических и спортивных мероприятий, прежде всего Олимпийских игр в Сочи и Всемирно-летней универсиаде в Казани. Личный состав органов внутренних дел активно привлекался к ликвидации последствий наводнений на Дальнем Востоке. Вместе с тем контроль за оперативной обстановкой был обеспечен в полном объеме. Итогом коллегии стало награждение отличившихся руководителей. За достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности и активную работу по укреплению правопорядка они были отмечены ведомственными медалями и знаками.